всем привет вот там сзади меня в лесу есть несколько мест на которых я провожу свои радиоэксперименты часто делаю съемки ну видимо весной был какой-то ураган и дорога туда завалил до сюда до этого места я как-то смог доехать убрал несколько небольших упавших деревьев с дороги просто оттащил что-то порубил топором попилил порастаскивал но здесь совсем завал буду сейчас его чистить вообще выехал я сегодня как обычно с целью послушать эфир провести какие-то эксперименты в общем поделать свои радио дела но видим день получится совсем другой и погода это не способствует буду расчищать дорогу делает не быстро и часть времени дня я уже потратил на то чтобы доехать сюда можно было найти место где-то в другой части области или здесь где-то рядом так как видимо это ураган был локальный и может километр на километр здесь вот такой завал деревьев раньше пока я ехал по лесу ничего такого подобного не было два просто нормальной дороги можно было найти другое место но я хочу проехать на свои места во первых во вторых хочу размяться попилить порубить деревья в третьих прочищу дорогу может быть людям она пригодится вот здесь конечно можно будет проехать объехать это дерево в общем ничего сложного не представляет это место но лучше я здесь тоже расчищу как-то будет приятнее если дорога чистая как-то может быть как-то 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Наверное, кто-то должен этим заниматься, чистить дороги, но дорога эта, наверное, кроме меня никому не нужна, оттого я и выбрал там места для своих съемников, экспериментов, потому что там обычно никого не бывает. Эх, сколько дыров пропадает. Вот в прошлую зиму никакого завала на этой дороге не было, я просто проезжал своим местам и все. А тут, по-моему, роган случился. Хороший шесть, погода, тепло уже, я уже мокрый весь от этой работы. Но зато включаю большое удовольствие. А футболка у меня есть, сухая, чистая в машине. Смотрите продолжение в следующей серии. А дальше вот так вызову. Эх, бензопилубы. Мне становится все теплее и теплее. Делаю, даже как жарко. Не знаю, какому еще дураку идет в голову вес чистить так, а мне хорошо. Делаю, даже как жарко. Там гораздо свободнее. Еще небольшой завал сзади меня разгребу. И можно будет проехать немножко вперед и посмотреть, что там. Там, наверное, очередной завал. Здесь прекрасно и удивительно. Расчистить такой большой завал даже не верится. А там впереди еще одно упавшее дерево. Так, я literary. Подписывайтесь на мой канал. И вот это уже... Подписывайтесь на мой канал. Проехал тот завал несколько десятков метров И в общем все не так плохо Это упавшее дерево я сейчас уберу Там вдали виднеется еще одно дерево Ну в общем чистая дорога Так что я думаю скоро я приеду уже к своим местам Продолжение следует... Продолжение следует... Все, сил терпеть, голод больше нет Буду обедать Сухбаек наш Продолжение следует... На самой дальней своей точке по этой дороге я пробираться не стал Время 16 часов 30 минут А сюда в лес я приехал, как вы понимаете, не в 2 часа дня, а утром И все это время, за исключением перерыва на обед, я пилил или работал топором, чтобы расчистить дорогу Вот прочистил до этого места Это уже не основная дорога, а с дороги я съехал в лес, так скажем, в небольшой тупик, в закуток И здесь я могу уже заниматься какими-то своими делами Но, как вы понимаете, 16.30 уже время осталось совсем немного до того, чтобы стемнело Ночевать я сегодня здесь не собираюсь, поэтому немножко сейчас здесь послушаю эфир, попью, чай, может быть перекушу еще что-то Также рекомендуем принять горячую ванну Прием горячей ванны дает хороший эффект и способствует смягчению головной боли Горячая ванна не стоит, а холодная Горячая ванна не стоит, а холодная В каждой передаче нам показалось, что, что пробовал какой-то Молодимый вопрос, он не будет, а благодарю Я не купаю Взял с собой китайский приемник с Алиэкспресс послушать кратковолновый эфир Не то, чтобы мне не на что больше послушать, и я слушаю на это китайское Ну просто интересно, как оно будет работать Без каких-то ни было доработок Просто в том виде, в каком есть Зарядил аккумулятор и со штатной антенной взял Его с собой влез Вход, видимо, высокоомный И на вот такую вот штатную антенну Телескопическую слышно Даже 40-метровый диапазон Шумный, конечно Какой-то периодический щелчок происходит Я не пойму, то ли он в приемнике То ли это у меня в рекордере звуковом На флешку запись периодически происходит Не знаю Но вот при выключенной камере Этот щелчок тоже происходит Так что или рекордер, или приемник Посмотрим дальше Да-да-да, это такое вот загадание Только мы golpeфедовали Крутит как хочет, все понятно, да, я слышу, тихо, тихо, тихо. Тюкань есть? Сереж, все то же самое, ну что такое, что такое, что такое? Во-первых, уже лень, во-вторых, лето. Вот, все-таки, такая вот, такая информация, Сереж, Трен. Ага, ну здорово, 20 ты мне выжимаешь сегодня дольдер. На 7 МГц много станции слышно, посмотрим, что на 14. Попробовал, отключил рекордер, который мне пишет звук с микрофона. Щелчки не пропали, это явно не с него. Хотя подобный звук от рекордера я все-таки слышал, когда проводил разные эксперименты с лоу-бендом, с другими диапазонами. На носимой станции были помехи от устройств звукозаписи. Именно такие периодически, что на флешку сбрасывает устройство записи раз в секунду или два раза в секунду записанный какой-то блок информации. Но вот здесь эти щелчки в самом приемнике возникают, то есть я все выключал, и камеру, и рекордер, щелчки оставались. Посмотрим, что слышно на средневолновом диапазоне на эту штатную антенну телескопическую. Субтитры делал DimaTorzok В общем на средних волнах ничего практически не слышно. У нас есть в области местный приводной маяк на частоте 960 кГц. Его еле-еле слышно, в принципе он принимается слабенько. Но на нормальный приемник его слышно в 100 раз лучше. И ничего кроме этого не слышно, ни 1413 кГц, ничего вообще. И конечно же щелчки при перестройке и вообще какие-то помехи от встроенной цифровой части, они просто ужасные, я не знаю. После того как я целый день расчищал дорогу в лесу, для того чтобы мне в течение лета ездить на какие-то свои места, конечно хочется к вечеру послушать что-нибудь в эфире, и вообще люблю послушать эфир, особенно в лесу. Хочется получить удовольствие, но с помощью такого приемника это только мучение, а не прием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попробую послушал еще вещательный диапазон в районе 9 мегагерц или 11 конечно там вещалки уже слышно к сожалению русскоязычных вещалок там практически нет но какие-то слышно в общем конечно вещалки принимает приемник они идут с очень большим уровнем и их слышно может быть на более нормальную антенну на какую-то и можно было бы и ради любителей нормально послушать но в таком виде конечно я не знаю где мой приемник белка лучше бы я его взял ну что ж прекрасно провел время после того как зимой после аварии со сломанными ребрами месяца полтора наверное никакой физической нагрузки не мог испытывать движение очень не хватает набрал за зиму лишних несколько килограмм вот сейчас очень приятно в лесу махать топором поработать пилой по растаскивать деревья с дороги в общем мне такая нагрузка нравится и вообще нравится проводить время вот в таком режиме в лесу что касается приемника то ужасный конечно приемник без применения нецензурной лексики я свое отношение к нему описать наверное не могу но хотя с другой стороны если у вас нет вообще ничего нет никакого приемника и не на что послушать эфир и купили вот такого у него действительно хоть как-то хоть что-то можно услышать да это так лучше послушать на такой приемник чем не на какой я согласен полностью но лучше чуть-чуть денег накопить как-то напрячься купить белку dx или хоть что-то другое но это конечно ужасно да он принимает да действительно можно услышать и ради любителей и вещалки факт есть факт но очень уж некачественный приемник поеду сейчас домой ночевать в лесу оставаться не будет вот такой у меня получился однодневный выезд расчистить дорогу каким-то своим местам не полностью расчистил может быть в следующий раз продолжу ее чистить но лучше конечно это было сделать с помощью бензопилы вообще удивительно что так много упавших деревьев в этой части области конечно у меня есть и в других частях области какие-то места куда я выезжаю часто свои привычные уже места может быть там дела обстоят лучше в этом плане съезжу посмотрю потом в другой раз но здесь удивительно прошлые года прошлые сезоны я просто приезжал на свои места на какие-то ну может уберешь там одно какое-нибудь дерево упавшее тут десятки просто всю дорогу завалило как так получилось непонятно но в любом случае день был замечательный мне в лесу вообще всегда хорошо я даже немножко успел эфир послушать но на этом все спасибо что смотрели это видео выбирайтесь на природу выбирайте из города подальше от людей подальше от цивилизации получаете удовольствие от природы ну и конечно же слушайте эфир занимайтесь радиосвязью смотрите мои видео подписывайтесь на канал здесь был алексей игонин всем пока ахахахахах и